Итак, брустер на Волгарище. Нам не пробить такой, так как замерзший сейчас снег, слежавшись около 0 градусов. Но для этого у нас есть специально обученная шишига, которая сегодня будет помогать нам бороться со всякими разными сложностями, которые для обычных машин могут оказаться непреодолимыми. Все, что для обычной машины смерть, для шишиги это развлечение. Сейчас посмотрим, как она это сделает. Компанию нам сегодня составляет много внедорожников. Москва, у нас в гостях заряженные буханки. Четырехлитровый Hunter. Будем надеяться, что сегодня он без неполадок обойдется. Land Rover Roppel Subaru. Кстати, Forester злой, заряженный. Ну и самый главный, конечно, гвоздь программы. Это Волгарище, это Волга на только заднем моноприводе и уазовский военный мост в ее арсенале. Поставили на нее хорошие амортизаторы в этот раз. Двигатель в этой машине стоит Chrysler стандартный. Никаких дополнительных понижаек, раздаток. Ничего в ней нет. Стоит вся Волговская трансмиссия, кроме моста. Рессоры соответственно. По кругу стоят амортизаторы усиленные, спереди Соболевский, сзади Товдоги. Точно неизвестно от какой машины, но от какой-то хорошей. И очень отважный водитель за рулем. Постоянный зритель канала его прекрасно знает. Андрюха. Который славится своей отважностью. Перемахнул через брустер. Твердый снег. Вот, к примеру, уазик. За Волгой. Пошел на взлет. Тем более спускай. Хотя бы до единички. Так, уаз есть. Дальше. Чирокки. Суровая тачка. Перемахнул без труда. Круто. Легендарная буханка, которая давно не посещала наше мероприятие. Обогнал ее. Московский Патриот. Патриот в максималке. С АТ-шной резиной. С метациями блоков. Всеми делами. Даже не чиркает. А вот следующему участнику может быть немного тяжеловато. Мне кажется, ему надо супарь перед собой выпустить. Травил колеса? Травил колеса? До скольки? Странно. Должна ехать. Пройдем. Чувствую запах паленого сцепления. Пытается уехать в сторону Патриот. Но не так-то это и просто. Как кажется, сегодня будет действительно непростой выезд. Очень непростой. Раскатай немножко, не без буксов. Назад побольше. Стоп, теперь вперед. Вперед, не рой, не рой. Вот доехал, остановился, все. Стоп, назад, не рой, назад. Больше, 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 больше. Стоп. Теперь вперед, без буксов только. Ну, катни. Хорош. Вот теперь назад также. Без буксов. Стоп. Все, давай теперь вторую в пол и пошел. В пониженную или вторую? А, ты напрямую сейчас? Да. Ну, тогда первую в пол пошел. Вон, а корпус продвинулся. Вон, а корпус продвинулся. Устрел, видишь? Опа. Какой-то выпрыгнул попасть. Походу, не так просто это. Рейнджер Ровер пытается пробиваться по целине. У него это тут довольно успешно получается, видимо. Уханочка пошла по колее рейндж-ровера. Ура! 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 Мы вас спасли! Как вы тут собираетесь ехать? Как-нибудь. Как-нибудь. Ну, мне остается пожелать только вам удачи. Спасибо. И счастливой без дороги. Ура! Самое интересное, что поедет сильнее и шишика не идет. С очень большим трудом. Оп! Не идет. Вот это прикол. Слушай, ну с трудом, с трудом. Ура! Ну, блин, едет. А ты не проедешь? Ну тут как бы... Однозначно другого и не ожидал. В камеру не поедет. А ты не проедешь? По целиком, наверное, нет. Тяжело. Посмотрим, сможет ли пройти здесь Волга. Высоты ей, кстати говоря, условно должно хватать. Даже если поехать в оффроудную экспедицию, у вас вдруг не получилось, а острых ощущений испытать хочется, вы сможете это сделать, установив одну интересную игру. Рев моторов, запах паленой резины, взрывы и жесткое беззаконие. Все это красаут. Чумовой экшен в мире после апокалипсиса. Хочешь стать королем пустоши и всех нагнуть? Придется постараться. Собери уникальный бронемобиль. В твоем распоряжении любые детали, начиная от колес с шипами и заканчивая генераторами невидимости. Уничтожай выживших ракетами, пулеметами, бензопилами и плазмоганами. Брось вызов другим игрокам в мясных ПВП-сражениях. Докажи, что ты достоин уважения нескольких авторитетных фракций. И они обеспечат себя новыми технологиями. Собирай ресурсы в опасных рейдах, зарубах с боссами и захватывающих сюжетных миссиях в открытом мире. Не можешь победить сам? Найди таких же отбитых психов и создай с ними клан отморозков. Из всего найденного хлама ты можешь собрать себе новую тачку или улучшить старую. А ненужные детали продай на внутриигровом рынке. Качай красаут бесплатно по ссылкам в описании ролика и получай крутые бонусы. Должно хватать. Прокосил. Так, пытается развернуться. Нелегко это сделать. Что ж, теперь ты не травил что ли? Блин, трава не хотя бы до единички. Вообще хрен куда так заедешь. И так колеи от Шишиги. Не, виснет. Виснет Волга, но назад выбирается. Все. Что это вы тут застряли? Поехал. Едет, едет. Вот трейндж-ровер мощный. Падают зрители. От восторга падают люди. Все, проехал. Так, буханка не выдерживает. Ожидание. С таким невозмутимым лицом сидит водитель. Так, почему там ногами помогает? Тогда же мне посмотрел, поехал. Сейчас попрём. Андрюх, может подлиннее лопату, а? Нет, нет. Короткая самая слава? Справа. Что-то моё, кажется, зелёная. Аккуратно. Хорошо тут бак без ключа заправляется, как лога. Крышка какая-то. Ха-ха-ха. Здесь снег явно глубже возможности автомобиля. Но это целина и реально какая-то канава там в этой целине была. В принципе, я думаю, ни один стандартный винодорожник там не пройдёт. Спереди, когда руль крутишь, расталкиваешь. Просто снег и она едет. Как думаешь, что проходим? Рейндж Ровер или Шишига? Сравнить надо. Надо сравнить, так непонятно, да? А у тебя какая масса получается на нём? 2900 сейчас. Ну почти как Шишига. Шишига 3500 весит. Четырёх человек в салон и сравняйтесь. Шишига 3000 весит. Шнива просто кребёт за собой. С угроба. Так сели на хвоста к какому-то УАЗику. По-моему, 4-х метровый м Arbot. Судя по виду, мы не особо слабее. Надо с ним заехаться по прямой на Волгу, как думаешь? Есть шанс? Посмотрим, сможет ли вывернуть. Неандрум дальше, назад надо. Волгар еще идет в раскатку. Тяжеловато. Снег сейчас вообще не приспособленный для каких-то передвижений. Шушига без проблем повторяет. Надо выйти на разворот, вбок. Андрюха, это вторая? Ага. Надо назад тоже две передачи сделать. Ха-ха-ха. 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 Идет-идет, ирывает уже. Ха-ха-ха. Шушига вообще так в асфальте катается. Хотя дорожного просвета ему тоже не хватает. Ха-ха-ха. Волга рубится. Шушига пошла в Апанг. Целено. Целяк. Вот так. Гребет под собой огромный кутер. Снега. Давай, буканочка. Давай, родненькая. Хорошо идет? Хорошо. Переконтик, но быстрее, да? Он копает быстрее у него. Да. Резина немного другая. Давай. Так, буханка. Пытается процарабаться. Немедленно, но верно идет со всеми блокировками. Хорошая резина. Докапывает до земли и продвигается всхонечку вперед. Такое заскучавшее лицо у пилота. Наш трехлитровый УАЗ чувствует себя здесь как дома. Чую, пойдет сейчас. Так, буханка загоняет потихоньку. Вот как звучит выражение. Медленно, но верно. Шишига. Против Шишиги на маленьких машинах спорить сложно. Я думаю, наверное, снег. Мне кажется, это самая фишка Шишиги. Размер колес. Довольно большой. Так, пробую Чиракес пройти. А колея-то не твоя. Да, не моя. За Шишига-то сложновато. Тебе еще так, пару часиков за вперед и нормально. Злой у вас патриот какой. Злючи-злючи. Опа! Шишига прилипает. Я вот назад пошел вперед, не получилось. У него сейчас протолкнуться. То есть не на расслабоне ездит эта машина сегодня. Вот сейчас пошел уже. Так, и Волга по колее Шишиги идет. Вот он плюс военного моста и тридцатки просвета. Он может сесть на хвост Шишиги и устраивать погоню за ней. Два главных конкурента. Субары по колее Патриота и Волги. Ты должен знать, какого размера в дюймах колеса на шиге стоят. 12 на 18. Я понял, почему никто не знает, какого размера стоят колеса на шиге. Хозяева сами не знают. И нет достоверной информации на эту тему. Вот такие. Здесь 36 по-моему. У нас 30-е на Волге. На Волге 30-е. Это моего УАЗа. Здесь намного больше 30-е. Я делаю ставку на 39-е. Итак, дорогие наши задатаки. Это вопрос к зрителям. К зрительному залу, к экспертам. Какого размера колеса на шишиге? В дюймах. На Волге, например, 30-е. Какие на шишиге? Я говорю, где-то 45-е. По виду на 42-е. Разворачивается 4-х литровый. Хайлакс там, судя по всему, сел. Едет. Шаровую новую поставил? Нет. Две, две. У вас аккуратненько. На всех блокировках данный автомобиль. В принципе, ему особо-то и не надо жарить. Но 4 литра под его капотом. 200 лошадей. Очень сложно удерживаться от нажатия газа в пол на таком автомобиле. Ну, поле копать тоже хорошо. Вот я сниму песочек. Это будет видео-доказательство, что вы вот копали. А Шнива тоже сидит? Да, конечно. О, а вы тут на пару, да? Мы на пару, мы как раз, рядышком. Сейчас как раз 14 февраля. Скоро вам сердечко так нарисовать. Вообще будет замечательно. Так, у нас тут застрял Субару. Подлип немножко. Таски у Toyota. Вот у нас тут операторы. Новомодные. Шоссей на резине на заднем плане машины застревают. А у тебя блокировки прям заварки или самоблоки какие-то стоят? Самоблоки. Типа Иштехно что-то такое, да? Типа Иштехно, наверное, не делает. Точно, это же не лазик. Так, рейндж идет, 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 идет. Так, Волга сейчас будет пытаться пробиться. Дай по следам от рейнджаун. Дай по следам от рейнджаун. Дай шел прямо бы. По следам от рейнджаун так и иди. Правее. Смотрим, сможет ли Волга. А смотри, он легче, чем Шишига. И он не пробивает до земли. И ты по его следам тонешь. Он тоже копает, а Шишигам не накатывает колеи. Угу. Где Шишига? Там и колья. Застрял, судя по всему, шубарь. Шишига развлекается. Единственный минус Шишиги, это просто конский расход топлива. Вообще просто нереальный. Там на Покатулку надо брать литров сто с собой на один день. Нетехнологичный мотор. Ну как же ты застрял, Шишига ж проехал. Как ты мог? Упокойся. С ручника забыл снять. Да, да. Это беда. Ручника это беда. Так, пытается на заднем плане прокарабкаться. Пикап. Идет, идет, идет. Хорошие колеса. Ха-ха-ха. Ты себе эту маршрутку нашел? Катаешься удобно. Ха-ха-ха. Молодинник по полю катает. Сзади ты просто раскопал. Может тебе лучше вперед? Да. Угу. 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 Поехал, поехал. Ух, страшно же, шишига же задавит, такая бандура, куда-то подкрылась. Болгариша там выехала, монопривод едет там, где полный застревает. Мне кажется, столько вышли, и надо домой ехать. Там какой-то ручей, что-то типа того. Овраг ручей, фиг знает. А Субару по такому целику не идет, и Хайлакс-то его с трудом тянет. Патриот кинулся в целину. Пока движется. Вазик 4 литра. Не, не рой вперед. Все, три машины. Прыгай, прыгай. Че ты халтуришь? Во, почти. Все, выбрался. Да нет, что-то фигня какая-то. Скажи ему, что погоди. Мы тут пытаемся всех в резок посадить. Видишь, три попались уже. Погоди. Сразу болело высоко на волге. Точнее, нет. Сейчас надо как-то отцепить Субаря. И тогда будет лучше. Нормально, помогает Сарль, потихоньку двигается, двигается. А, это тема работы. Стоп, стоп, на ремень езжаешь на трос. Тебе надо чуть-чуть дернуть халакса назад, чтобы им освободиться трос. Отцепись от него и пусть он тебя назад дернет. За фаркоп. Хорош, хорош, хорош. Все, хватит. Лансер, вы все таки потудили. А Субаря нет, Субаря за буханку сейчас. А куда его в целях утащить? Затем его вперед надо. Маленький? Нет. Нет, большой. Я предлагал, как веселее. Нет, буханка так просто не справится. Буханка слишком... Слишком проходимая машина, если, конечно, она не стоповая. Каждая наклейка 5 к проходимости. 5 к проходимости. 5 к проходимости. Да-да, каждое 5 процентов получается 100. Судя по наклейку. Буханка там на прорыв. Поехали. Сейчас догонят. Трос аккуратно, Субарю. На трос не наезжай. Все выбрались из засады. Погнали дальше. Прямо на дерево, на макушку и оттаскиваем в сторону. Так просто? Что она тяжко. Все. Интересно, что на здании написано 1979 год и Шишига у нас 79 года. Волга 2007 сгрелась на фиг уже. Вот она качество. Шишига, кстати, выглядит лучше, чем вот этот дом построенный в 79 году. Бодрее. 79 миллиардов мне кажется столько не было. Сколько сейчас. Волгаре сейчас тоже выбирается. Вот. Давай. Давай. Есть. Супер. Волгаре. А как же так-то? Вот так. Это же колея от Волги. Супер. Волгаре.